день добрый дорогие подписчики и подписчицы а также те кто попал на это видео случайно в поисках нужной ему информации по игре the cycle frontier данное видео в первую очередь посвящается новичкам кто только залетает в эту офигенную игру поэтому старички те кто со мной из-за дня в день выживали на прекрасной планете во рту на 3 если вам есть что сказать то я буду только рад услышать об этом в комментариях а также я думаю будет не лишним новичкам узнать о разных лайфхаках которые знаете вы но давайте условимся что мы говорим про честный геймплей данный видео гайд подойдет абсолютно любому игроку как новенькому так и старенькому по той причине что новенький узнает что-то новое для себя старенький освежит в памяти свои старые фишки приколы лайфхаки и прочую полезную информацию которая ему пригодится играя во второй сезон данной прекрасной игры на момент записи данного видео у меня уже наиграна около 40 часов закрытом бета-тесте а также 390 часов с момента релиза за это время на стримах я выполнил все задания которые дают фракции нгс осирис и королев это те фракции задания которых вы выполните в игре также заработал около 10 11 миллионов криптомарок игровой валюты и закрыл полностью battle pass игрок я особо не выдающийся средний пвп шар у меня когда чуть больше единицы но даже несмотря на это я дважды обновлял свой инвентарь так как уже не было места и вот был настолько крутой что уже просто было неинтересно играть приходилось себе создавать разного рода челленджа в том числе и беготню против синих и фиолетовых экипов имея только белые стволы и что у меня в принципе очень хорошо получилось вы можете сами в этом убедиться с посмотрев стримы за последние две недели поэтому да даже если вы не очень хороший пвп игрок если вы даже исключительно пве игрок в данном видеогайде будет много полезной информации которая поможет вам как минимум свести ваши минусы к минимуму а плюсы к максимуму надеюсь вам поможет и поэтому давайте начнем итак ты только создал свой аккаунт у тебя свежий персонаж не прокаченные квесты ничего не выполнено ничего не скрафчено что же тебе нужно делать понятное дело нужно пройти тоториал после которого ты получишь первый стартовый набор экипировки также немного обыкновенной валюты и донатной валюты если я правильно помню это было 40 тысяч кей марок и 250 монет золотой валюты под названием аурум то есть донатной валюты дальше перед вами встает вопрос что же взять на планету а также на какую из карты высадится на начальном этапе игры будет доступно две карты первое это обычная сложность и 2 это сложная карта так вот бояться сложной карты не надо если вы хотите заработать как можно больше денег на старте игры не бойтесь идите исследуйте пускай даже без оружия просто голые без ничего исследуйте вторую карту потому что на второй карте самые дорогие ресурсы но допустим вас не интересует быстрый прирост капитала а вы хотите по проходить разного рода квесты чтобы у вас открылись все новые и новые пушки тогда я бы рекомендовал купить сумку броню для тела и головы а также оружие на ваш выбор на начальных этапах я бы предложил вам брать с собой пистолет-пулемет или автомат причем можно и то и то взять да но автомат работает очень хорошо на средне ближних дистанциях иногда на дальних дистанциях пистолет-пулемет просто сносит зеленую вплоть до синей брони в упор на ближней дистанции на средней дистанции уже не такой эффективный поэтому в принципе любое оружие которое вам нравится с чего вы любите больше стрелять если шотган пускай будет шотган если это арка пускай арка если ппшка неважно что вам больше всего подходит то и берите последних две недели я играл с пистолет-пулеметом по большей части и у меня удавалось носить склады в синей броне так что решайте сами делайте выводы все зависит только от вас далее многие говорят что белые стволы не смысла страховать конечно отчасти можно согласиться но я все же придерживаюсь стойки точки зрения что страховать надо абсолютно все и всегда может быть за исключением того момента когда вы выбегаете только с одним рюкзаком да это практиковал чтобы не рисковать такой моментом и в то же время зарабатывать максимальные большие профиты в общем страховать или нет решать вам конечно но если будете страховать самое важное вам это потом пригодится и особенно если вам нравятся скины не страхуйте за донатную валюту донатная валюта генерируется но очень медленно то есть вам не обязательно покупать там ее за реальные деньги вы можете просто и генерировать об этом мы чуть позже поговорим но за донат я бы не рекомендовал страховать оружие перед рейдами и так вы полностью собраны и готовы к бою закупились шприцами оружием броней из взяли сумочку и выдвигаетесь на планету значит какие ваши дальнейшие действия с первонаперво нужно понять вы туда пришли pvp 6 или же собирайте ресурсы или же майнить и руду в общем вам нужно определиться со своей задачей у меня это обычно бывает так я иду выполнять квест слышу где-то какую-то стрельбу у меня меня как молоточком по голове жахнули и я забываю что мне надо выполнить квеста еду и воюю да и в большинстве случаев конечно помираю но тем не менее советую придерживаться плана да потому что не всегда ваши страстные позывы оканчиваются успешно касаемо лута все очень просто чем опаснее территория тем круче лут вы можете на ней найти также лут делится на категории это например медицинский лут это строительный лут это допустим военный лут или что что-либо другое например шахтерский лут чтобы найти необходимые вам луты вам нужно почитать описание к нему и просто пойти на место допустим если это какие-нибудь медицинские припасы нужные вам по квесту да значит вам в лабораторию на каждой карте есть лаборатории и обычно в этих лабораториях можно найти очень много медикаментов в том числе и ресурсов которые нужны вот для выполнения задания то же самое относится и к разного рода строительным лутом поршни всякие ткани и тому подобная штука это все можно просто логически предположить можно почитать описание обычно в описании написано где можно найти такой тип ресурс да например если эта ткань обыкновенная текстильная значит ее можно найти в принципе в помещении да по логике и так она и есть очень часто можно найти в жилых комплексах заброшенных причем по несколько штук вот тоже самое и про оружие то есть оружие в частности можно найти иногда на столе помещение или же в оружейном ящике или убив человека вот но собственно понимать после сбора ресурсов а также знания где эти ресурсы найти мы плавно подходим к такой штуки как пвп в данной игре довольно жесткая пвп она вообще не щадит новеньких игроков но если вы знаете как правильно себя вести в определенных ситуациях то вы в этих пвп будете в процентном соглашении около 80 процентов выживать самый важный аспект успешного пвп это понимание звука в игре звуки в игре обладают колоссальным импактом на успешность ваших пвп сражений вы можете бесконечно круто стрелять делать супер имбовые фликшоты но если вы не понимаете насколько далеко вас слышно то вас могут чаще всего просто застать врасплох выстрелом в спину со средней дистанции или вообще с упора до или вообще зарезать ножом просто потому что вы думали что вас не слышно если вкратце так как все-таки это гайд для новичков все что вам надо нужно знать это то что если вы крадетесь вас слышно примерно с начиная с дистанции с 5 метров если вы бежите обыкновенным бегом вас слышно примерно с 10 из 20 метров если вы бежите на шефте то есть быстрый бег вас слышно примерно на 50 метров причем слышно на 360 градусов неважно перед противником скала какая-нибудь или забор или что он будет вас отчетливо слышать поэтому не шумите далее вашу стрельбу слышно примерно на метров 100 150 зависимости от того есть на ней глушитель или нету поэтому если вы где-нибудь бежите за вами увязался какой-либо монстр и вы можете убить его ножом бесшумно лучше убивать его ножом потому что как только вы выстрелите очень велика вероятность что за вами увяжется например такой как я потому что я срываюсь на выстрелы как и другие люди которые любят пвк также примерно на том же расстоянии что и быстрый бег слышно одышку и прыжки постарайтесь не доводить свою стамину ниже середины потому что ниже середины начинается одышка нет ничего хуже если вы например убивали монстра с автомата у вас кончились патроны и вы еще от него убегали и у вас наступила одышка и в этот момент на вас вышел противник представьте что вы будете делать вы убежать не можете и восприлить зарядка это все кирдык далее если вы привыкнете к внутри игровым звуком и как они работают то для вас pvp будет уже на порядок легче а также вы сможете более грамотно позиционировать себя в отношении противника и чаще всего побеждать чем проигрывать теперь самое главное вы например поубивали кучу народу на серваке достали супер крутого лута и что же вам надо делать дальше вам нужно убраться с этой планеты правильно правильно при каждой высадке абсолютно каждому игроку выдается два варианта эвакуации это может быть любое место на карте и от вас зависит где вам больше нравится где вы лучше знаете местность дело за вами главное что нужно помнить это такой небольшой лайфхак то что когда вы подбегаете к эвакуации обычно она все огоньки на посадочной полосе горят зеленым но если огоньки горят синеватым цветом то есть зелено синим таким бирюзовым значит поблизости примерно метров 50 бегать противника может быть сидит крыса поэтому при эвакуации нужно быть предельно осторожным потому что вы не в безопасности пока не увидели надпись что эвакуация прошла успешно поэтому как только вы подбегаете к месту эвакуации нажимаете на кнопку эвакуации нужно подождать до того момента и никогда не стоять на месте опять же подождать до того момента пока шкала эвакуации которые можно увидеть сверху на вашем мониторе она заполняется фиолетовым цветом вот когда она будет примерно на половине тогда уже можно прыгать на корабль потому что даже если крыса не сидит не поджидает вас прям в упоре на корабле данная крыса может кинуть вам газовую гранату от которой вы очень быстро откиснете но если шкала эвакуации уже практически заполнены и вы только тогда запрыгивайте даже если вам кидают газовую гранату она не успевает вас убивать поэтому в эвакуацию нужно запрыгивать подгадывать такой момент когда это максимально быстро когда уже все она почти заполнилась вы запрыгиваете все вы улетели вас никто подкрысить не может таким образом также если вас начали стрелять и вы понимаете особенность там склад что силы не на вашей стороне или вы слишком боитесь за ваш лут лучше отступить и идти на вторую эвакуацию потому что лучше потратить лишних пять минут и перебежать на другое место чем потерять лут который вы собирали быть может часами такой тоже может быть это касается активной части игры теперь давайте поговорим о пассивной а именно об устройство своей каюты и что прокачивать в самом начале итак исходя из опыта первого сезона я бы прокачивал три вещи вот это прям самое важное что вам нужно прокачивать первое это потайной карман в которые вы складываете самые дорогие для вас вещи которые вернутся к вам даже после вашей смерти чем быстрее вы прокачаете данный кармашек тем проще вам будет выполнять квест в мидгейме в принципе прокачать подсумок до 10 единиц уже хватает для того чтобы например забирать с собой какие-нибудь реакторы или например умную ткань далее немаловажным является прокачка ящика с припасами на начальных этапах он конечно не дает особо хороших ресурсов но уже ближе к мидгейму когда вы прокачали например там 5 6 и 7 левел вам будут выпадать синие фиолетовые броньки пушки сумки это прям каждый день раз в 24 часа вы будете получать топ шмот если повезет и опять же в некоторых моментах это работает как неплохая компенсация допустим у вас был вчера плохой день в игре да вы захватите вам вас часть лута который вы потеряли возвращается с помощью данного ящика ну и конечно же для всех любителей скинчиков а также для тех кто например хочет купить battle pass не за свои кровно заработанные за виртуальную внутриигровую валюту то я бы рекомендовал прокачивать генератор аурума да в игре можно добывать донатную валюту путем прокачки своей каюты и прокачки генератора аурума аурум за аурум можно страховать особо дорогие предметы и получать 50 процентов их стоимости также можно покупать боевые пропуски или скины или облики персонажей вот так что если вам это все нравится то прокачивайте агена генератора аурума если вы не любитель скинов то я бы прокачивал тогда генератор крипто марок для того чтобы была возможность покупать нормальные стволы и там например медикаменты и прочее ну и конечно один из самых часто задаваемых вопросов какую же фракцию качать в самом начале на это я отвечу что в принципе для каждого она своя но для начальных этапов я бы все-таки поставил бы на первое место королева потому что относительно рано у него открывается можно сказать имбовый пистолет-пулемет скребок вот он стоит не особо дорого и в упор он зеленую броню разносит вообще в чепки синюю броню особенно если дали хэд то также мало кто выживает дальше на втором месте я бы поставил все-таки осирис потому что у осириса во первых одна из моих самых любимых пушек открывается относительно рано это мантикора а во вторых у осириса открываются шприцы сначала зеленые потом синие вообще я бы наверное на первое место все-таки поставил бы осирис потому что классные шприцы хотя бы зеленые уже дают огромное преимущество преимущество в бою так как простые шприцы восстанавливают очень мало хп и вам надо по моему 5 шприцов чтобы полностью восстановиться вот и они еще и долго восстанавливают до чем круче шприц тем быстрее вы восстанавливаетесь поэтому наверное да осирис был бы на первом месте потому что даже имея плохой ствол но хороший шприц шансов выиграть в бою у вас гораздо больше по той причине что вы восстановили есть быстрее чем противник и наверное один из последних моментов которые я хотел бы упомянуть это выполнение квестов и в частности что же собирать первее что мне пригодится в начале и в мидгейме играя в эту прекрасную игру значит какие ресурсы нужно собирать в самом начале я объясню почему чуть позже значит первое это усиленные металлы второе это полиметаллические сплавы еще если например есть свободное место можно собирать грибы обыкновенные синие и ткань теперь объясню для чего это все нужно ткань ткань и шоколад ткани шоколадки нужны для апгрейда вашего подсумка и у многих новичков почему-то с этим возникают большие проблемы с поиском ткани хотя и очень много на карте вот но надеюсь на втором сезоне они поправят данные косячок и ткань будет находиться гораздо чаще вот понятно подсумок я и рассказывал для чего до чтобы вы могли собирать например квестовый предмет сразу закинул в трусы и забыл о нем спокойно бегаешь прыгаешь и ты знаешь что квест у тебя уже выполнен это первое для чего нужны полиметаллические сплавы усиленные металлы и грибы для изготовления зеленой брони как ни крути белая броня в принципе разве что спасает от снайпы от одного выстрела снайперки в голову да но и на этом преимущества заканчиваются зеленая броня уже более уроностойкая и опять же опять же не сильно уроностойкая поэтому тут в игру входят грибочки для чего нужны грибы для того чтобы создать восстанавливающую броню восстанавливающая броня вам поможет сэкономить довольно много шприцов а также такие моменты когда у вас например не достает 10 хп и но шприц вы не хотели бы тратить да и восстанавливающая броня просто вам это восстановит что в принципе на практике очень практично и вам в бою точно поможет мне помогала неоднократно и наверное самый главный важный совет в этой игре время от времени вам будут попадаться например эпические или легендарные ресурсы ни в коем случае не продавайте и ресурсы за репутацию или монеты потому что может случиться так что этот ресурс вы больше не достанете я на своем примере это доказал у меня было на тот момент уже на игра на 360 часов и я не мог найти сердечник вельтицита сердечник вельтицита это является легендарным ресурсом такой руды как вельтицит да вот и если он вам попадается вы знаете вам нужно будет если правильно помню два таких сердечника или один в любом случае он очень редко попадается мне за 360 часов не попалось ни одного я его умею за другие ресурсы поэтому если вам попадаются бывает так что вам самом начале вы только первую жилу вскройте у вас он попадется сразу ныкаете его в трусы ни в коем случае не выбрасывайте ни в коем случае не продавать он вам пригодится я бы его оставил несмотря ни на что также и другие эпичные ресурсы например там тоже чистый вельтицит да он тоже довольно редко попадается поэтому конечно на ваше усмотрение но я бы не продавал также с монстров вам время от времени будут падать головы вот по крайней мере на первом сезоне головы не использовались для квестов вообще то есть если вам попадается голова спокойно без зазрения совести продаете ее это чистый профит и прирост к опыту у фракции так что вот ребят надеюсь вам поможет мой небольшой гайдик это переосмысление моих четырех гайдов которые я выпускал до этого можете их посмотреть информацию данная в тех гайдах также не будет лишней но этот гайд это такой кладезь памятки правильного геймплея для новичков которые также как и я не особо хорошо например могут стреляться с другими игроками но хотят при этом не уходить в минусы не бегать голопопами чувствовать себя комфортно повторюсь я два раза обнулил свой инвентарь общая сумма заработка в данной игре у меня составила около 10 с половиной тире 11 миллионов внутриигровой валюты что является в принципе очень комфортной игрой то есть я мог неделю проигрывать и все равно не вышел бы в ноль точнее в минус такие дела надеюсь вам это поможет и если данное видео будет вам полезно на начале второго сезона которая стартует на момент записания видео через 24 часа примерно надеюсь это вам поможет и увидимся с вами на просторах но при виде меня лучше конечно стреляйте потому что я люблю охотиться на людей всем пока целую обнимаю женщин в попку мужиков жму руку все такое увидимся с вами пока пока и и